привет всем участникам гильдии продолжаем наше путешествие по реке зибраж и сегодня рассматриваем без преувеличения один из самых мощных инструментов это полигруппы с полигруппами так или иначе связаны все функции которые ель зибраж прямым или косвенным образом но сегодня мы рассмотрим именно создание полигрупп а взаимодействие с ними уже будем рассматривать на практических занятиях ибо все функции уложить в один урок не получится обращая внимание что версия зибраж 2019.1 и для того чтобы синхронно повторить все действия которые будут сегодня вам нужно обновиться именно до этой версии потому что только в ней появились некоторые фишки частности по работе с полигруппами и так полигрупп мы уже частично касались чтобы их увидеть нужно нажать сочетание клавиш shift f на клавиатуре либо вот эту кнопку поле фрейм и сразу обратим внимание что на этой кнопке сверху есть еще две под функции line и fill line она показывает линии если активно то есть линии полигонов фил заполнение цветом то есть можно включать и отключать по необходимости вставляя например только цвет и вот в этом случае сцена будет она немножко шустрее работать особенно на больших подразделениях и хотя мы уже касались манипуляции с полигруппами сейчас освежим эти знания control shift зажимая select rect выбрана по умолчанию кисть control shift клик на поле группе оставляет только ее control shift расчерк во вьюпорте оставляет видимыми все остальные поле группы по сути инвертируя и чтобы вернуть видимость всем поле группам control shift клик во вьюпорте и мы уже знаем как работают маски поэтому замаскировав какую-то область можно из нее быстро создать поле группу нажав control w на клавиатуре создается вот такая поле группа ну и в режиме move control shift клик по поле группе будет маскировать все остальные поле группы кроме этой с которой потом можно уже как-то взаимодействовать все основные манипуляции по созданию поле групп находятся в под палитре поле группы палитры tool и начинаем по порядку авто групп создает автоматическую группировку объектов по степени их замкнутости то есть здесь сфера сейчас представляет из себя замкнутый мышь не имеет не связанных с ней точек и именно они и маскируются вот этой функции авто групп если же мы откроем к примеру вот эту сцену уже знакомую то нажимая авто групп видим как маскируется два раздельных элемента то есть это не связанные между собой элементы и вот так они автоматически разделяются на поле группы следующая функция и в групп создает группы из и вишек которые лежат в разных текстурных координатах точнее текстурных пространствах сейчас все части этой модели лежат в одном и в квадрате и витали если здесь и вишка имеет юдим структуру то есть несколько таких квадратов то именно содержимое эти квадратов и будет разбиваться на разные поле группы об этом еще будем говорить когда станем проходить и в развертки а вот следующая функция автогруппы зеве она создает как раз таки поле группы из разных частей и в развертки то есть из разных шелов так называемых эта деталь она отдельно развернута имеет разрыв отдельный островок отдельные shell и поэтому создается уникальная полигруппа для нее и для основного элемента следующая функция merge similar groups объединение в одну поле группу участков содержащих одинаковое количество вершин примеру если выделить элемент вот так и сделать из него поле группу кстати когда на модели нет маски но нажать то же самое сочетание клавиш control w то из видимой группы полигонов создаться поле группа то есть если нажать сейчас здесь control w маски нет то поле группа создается из всей модели и так вот примеру у нас есть две такие поле группы они сейчас разные но содержат одинаковое количество вершин в себе нажимая эту кнопку они становятся одной поле группой и теперь их можно скрывать и показывать вместе следом идет функция merge straight groups объединяет блуждающие поле группы в некоторых операциях могут быть такие ситуации что получаются одинарные такие полигоны либо линии состоящие из одинарных полигонов и все это будет фикситься созданием общей группы нажимая эту кнопку видно что вот они сейчас как раз и пропадают вот эти мелкие островки скажем так осколки поле групп они объединяются в общую полигруппу а самостоятельные группы вот такие которые состоят из нескольких полигонов они уже не затрагиваются тем не менее если вот на таком участке здесь казалось бы полигруппа большая вот она светло-зеленая но здесь у нее есть два полигона которые выстраиваются в одинарную линию если нажать эту кнопку то они тоже фиксятся превращаясь в общую полигруппу желтого цвета чтобы рассмотреть следующую опцию и грубает воспользуемся примитивом но сделаем его сразу правильным правильный куб с подразделением скажем вот таким то есть этот куб сейчас не имеет треугольников имеет только четырехугольные полигоны и далее обращаясь к этой функции можно в принципе сразу сделать автогруппу чтобы все они стали единой группой для наглядности как это сейчас отработает и нажимая регрупп баидж и изменяя настройки этого ползунка можно видеть как будут простраиваться поле группы этот ползунок edge sensitivity по сути определяет угол взаимодействие этих поверхностей возле ребра то есть сейчас здесь угол 90 градусов он простраивает именно вот так то есть оставляет одинаковое количество полигонов вдоль этого ребра все остальное закрывает поле группой как уже отмечалось большое количество инструментов работают с этими поле группами и мы это все будем смотреть но сейчас для примера рассмотрим кисть и ремешер которая практически в каждой своей функции используют эти поле группы и наводясь на полигон на центр полигона нажимая правую кнопку мыши можно выбрать операцию которая будет применена к этой поле группе указать полигру пол и например экструдом вдавить эти полигоны и уже получается вот такая форма по сути это поле моделинг внутри zbrush верну стандартную кисть следующая функция это groups by normals группировка поверхности зависимости от их нормали что такое нормаль на примере блендер посмотрим потому что он отображает нормали и заходя в опции в разделе нормал включить отображение вот этих нормалей синие нормали бирюзовые они отображают нормаль поверхности нормаль вот этих полигонов к примеру если выделить эти полигоны повращать то видно что нормали вот этих поверхностей они уже смотрят вот сюда друг на друга вот под таким углом то есть изменился угол если здесь посмотреть по угол сейчас отличный от нуля вот здесь поверхность ровная угол в ноль градусов между ними то есть они строго параллельны здесь уже угол меняется вот эти нормали бирюзовые они по сути являются усредненной позицией вот этих нормалей вершин если в артографии посмотреть вот они это и вот это нормаль и бирюзовая нормаль является их усредненным положением и эти две нормали они как раз являются салазками которые задают то направление куда поедет полигон условно говоря то есть как он будет ориентирован вот этот полигон будет ориентирован раз вот по этому вектору этот полигон ориентирован по этому вектору является усредненным положением вот этих нормалей и между ними как раз и появляется угол то есть на от направления поверхностей от 0 градусов отъезжает если здесь угол вот такой является нулем градусов то здесь уже вот такой отступ от 0 градусов будет происходить сколько здесь примерно 45 градусов и эта функция как раз группировка по нормалям она и будет рассчитывать вот этот угол здесь максимальный угол можно определять 90 градусов пороговое значение имеет и определяет этот угол по сути угол между поверхностями в пределах которого эти поверхности будут группироваться скажем если поставить на максимум 90 градусов то есть пределах 90 градусов все поверхности которые попадают в этот диапазон они будут группироваться в общую поверхность здесь угол 90 градусов у этой нормали они смотрят сюда нормали и вот здесь внизу на бортике они смотрят вниз под 90 градусов и все это считается общей поверхностью которые попадают в этот диапазон 90 градусов если угол поставить меньше скажем уже 89 градусов эта поверхность зеленая и фиолетовая она была 90 градусов но в этот порог не попадает поэтому группы создаются уникальными то же самое здесь происходит между зеленая и фиолетовая и так далее каждая поверхность которая попадает в этот диапазон будет группироваться на примере этой модели можно опять таки рассмотреть groups by normals и вот так сразу автоматически происходит разбиение на поле группы что еще здесь интересно у этого параметра есть такой белый маркер в углу два варианта у него есть полый маркер и заполненный маркер и для более наглядного представления рассмотрим на такой детали если нажать к примеру эту кнопку сейчас то произойдет группировка по нормалям в этом случае можно опять-таки пользоваться кистью zirimash можно использовать это разбиение для удобной и вы развертки то есть и випа поле группам будет развернута в один клик определяется эти островки будущие и вишелы и можно разворачивать так вот этот маркер если сейчас он работает так примеру на 45 градусов один из самых популярных углов поставить то видно что сейчас он отрабатывает вот так то все поверхности которые попадают в этот диапазон будут уникально группироваться если же этот маркер оставить полы и нажать эту кнопку то видно что уже более унифицированное такое воздействие происходит то есть если заполнены это стандартный алгоритм разбиение на поле группы зависимости от направления нормали если же полы это дополнительный алгоритм который будет оставлять поверхности более цельными зависимости от их топологии то есть видно что сейчас вот эта поверхность она получила вот такую форму если ее к примеру развернуть на юви то это будет более приемлем приемлемый результат чем множество островков которые оставляет вот эта функция то есть здесь сейчас отделяется более такие явные поверхности имеем ввиду тоже этот параметр попробуйте покрутите на разных результатах кстати здесь если поставить на единицу сейчас по дефолту сделать то видно что поверхности будут уникальные здесь создается большое количество полигрупп и не всегда это может быть приемлемо а вот если оставить полом этот маркер и на единицы сделать то он старается группировать цельные участки следующий очень интересный параметр group visible группировка видимых полигрупп по умолчанию ползунки стоят в таком положении coverage покрытие если значение равно единице то все полигоны которые видимой области будут группироваться в одну полигруппу и кстати цикличное нажатие будет переопределять цвет по сути группируя те же самые элементы но уже с другим цветом если взять другой объект скажем вот эту сферу здесь будет то же самое но когда параметр уже отличный от единицы то вот такое хаотичное рандомное разбиение на поле группы будет происходить то есть это значение покрытия coverage если значение равно нулю то никаких изменений происходить не будет то есть нечему покрывать никакую поверхность если же значение будет средним или близким нулю то вот такое покрытие будет происходить рандомное покрытие следующий параметр cluster это кластеризация то есть почкование скажем так эти групп чем она выше тем выше это кластеризация и по сути вот она большая основная поле группы вот это объединяется в один такой большой кластер если кластеризация будет меньше и при этом параметр coverage еще накручивать то вот такую поверхность можно получать и подруливая уже этим параметром искать какие-то интересные значения и сейчас та же самая кисть если сделать скажем небольшой экструд уже вот нечто такое можно получать мы идем далее групп фронт следующая функция определяет поле группы в зависимости от направления взгляда все что будет попадать своим вектором в камеру будет группироваться опять-таки здесь направление полигонов имеет значение направления нормалей точнее и два параметра имеет это опция если на нее нажать сейчас то видно что такое определение происходит если к примеру сбоку повернуть модель вот так и посмотреть то здесь вот эта полигруппа которая сейчас фиолетовая мы ее не видим здесь в данном случае камера ее не видит но тем не менее и поверхность все равно обращена в камеру и при использовании этой функции она получит ту же самую полигруппу что и видимая область то есть здесь играет роль направления они просто видимость или невидимость этих полигонов angle это угол предела которого полигоны будут считаться ориентированы в камеру есть минимальное значение будет рассматривать только наиболее ориентированные в камеру полигоны если объединить все полигоны в одну группу group visible и сделать групп фронт с минимальным значением угла то никаких практически изменений не создастся то есть модель должна быть абсолютно ориентирована в камеру чтобы создалась хоть одна полигруппа значение один групп фронт и создается вот он только один полигон максимально перпендикулярной плоскости документа следующая кнопка эдитив добавляет к уже имеющимся полигруппам полигруппы не перезаписывая их то есть если сейчас немного повернуть нажать групп фронта увидим вот такое перекрытие одна полигруппа перекрывая другую если же эта кнопка будет нажата групп фронт видно что создается уже три полигруппы одна полигруппа здесь и одна полигруппа на пересечении со старой полигруппой далее идет функция групп маск создается полигруппа из замаскированной области замаскировать такую область нажать групп маска внутри алгоритма произойдет инверсия маски и потом не инвертированная область получит уникальную полигруппу если сбросить маску видим такое взаимодействие поле групп control z здесь есть параметр очень интересный поле групп полигон с полировка границы этих полигонов то есть сейчас было видно что рубленная граница она соответствовала маски если поставить максимальную полировку то получается очень сглаженная такая группа не здесь добавление вершин происходит и простраивание вот этой топологии следующая функция похожа на предыдущую с одновременным сбросом маски то есть изначально внутри алгоритма инвертируется маска создается поле группа здесь на месте бывшей маски и маска сбрасывается по итогу также этот параметр будет работать и для этой функции и как раз таки эта функция то что мы смотрели в начале имеет хутки control w то есть рисуем маску нажимаем control w и сбрасывается маска с определением поле группы не забываем подкручивать этот параметр если есть в этом необходимость и в принципе еще одна похожая функция здесь есть внизу создание из маски и отличается от предыдущих вот этих функций тем что поле группа будет перезаписывать имеющиеся поле группы создавая группы только на месте новой маски то есть сейчас допустим если есть здесь поле группа если добавить новую маску активировать здесь то происходит наложение одной поле группы на другую если же использовать эту функцию то будет определяться новая поле группа модель по сути будет состоять только из двух поле групп новой по маске и той что было маска в этом случае не сбрасывается и нужно ее сбросить вручную если маска будет мягкая размытая такая либо максимально жесткая то при создании поле группы из маски опираясь на значение этого параметра если он будет максимальный то в области размытой маски создаться несколько поле групп то есть основная танги маска была жесткая и дополнительный там где маска была размытая подруливая этим параметром можно получать вот такие вещи а жесткая маска так как имела интенсивность одинаковую на протяжении всего маска получают одну поле группу следующий параметр который посмотрим эта группа с дайна меш сап создание группы для операции дайна мышь немного вперед забежим я создам примитив кистью добавление геометрии не должно быть подразделения для этих уровней и вот такой примитив скажем создаю и немного утоплю его в поверхности и в зи браш наверняка вы уже слышали такой функции есть алгоритм дайна меш который позволяет пересчитывать сетку у этой геометрии если его нажать сейчас даже с параметрами по умолчанию сбросить маску активировать дайна меш видно что сетка перестроилась и более того вся эта модель стала цельной то есть это уже не отдельный цилиндр и автогруппами его разделить не получится теперь эта цельная геометрия так вот если эту операцию denomash производить заранее определённой поле группой как вычитаемой то есть я ее оставляю сейчас и делаю ее вычитаемой поле группой она приобретает такой серый цвет возвращаю видимость нова делала дайна меш это поле группа будет вычитаться из геометрия здесь много булевых приемов то есть булевые приемы это приемы добавления вычитание математической операции которые позволяют создавать разного рода вычитания пересечения и так далее один из этих приемов как раз таки определить эту полигруппу как вычитаем и вот этой функции и еще нужно отметить что именно цельный объект который будет вычитаться из геометрии нужно помечать как вычитаем и если создать из такого участка например то результат будет абсолютно непредсказуемый вплоть до разрыва пространственно-временного континуума так и здесь принципе сейчас создалась полигруппа но никакого результата по вычитанию не произошло то есть маскируем отдельно цельный объект и далее проводим булевую операцию и еще один параметр полигруппы из polypaint залью таким цветом здесь создам красный мазок где зеленый мазок и синий мазок ну и немного темного from polypaint если отключить сейчас отображение покраски то видно что создаются такие полигруппы сейчас они унифицированы сама покраска продолжает существовать если крутить этот ползунок допуска высокие значения создадут больше расхождения опираясь на тона и полу тона видно что сейчас разные цвета получают разные поле группы и даже оттенки этих цветов вот здесь получают такие расхождения то есть вот так сейчас создав этим ползунком разницу между полотонами можно получать разные значения движемся далее и рассмотрим взаимодействие кисти смыв с поле группами интересует нас палитра brush суб палитра смог брать мотифая и здесь есть ползунок в этот смув мод который определяет взаимодействие с глаживающей кисти если для сглаживающей кисти мы настраиваем зажатым shift есть несколько режимов зажимая control можно увидеть справку по этим режимом либо почитать у нас на сайте на русском языке в частности сейчас нас интересует 6 и 9 режим 9 режим есть только версии zbrush 2019.1 и что они дают 6 режим в режиме сглаживающей кисти с зажатым shift выставляем ползунок на шестерку у модели есть такие полигруппы и в шестом режиме groups border сглаживание оставлять границу полигонов не тронутой то видно как их структура остается если сглаживать вдоль то видно что то же самое остается эта граница не тронутой если делать это в обычном режиме то такого взаимодействия не происходит изменение обычным режимом я откачу назад и поставлю 9 режим который по сути с виду вроде бы делает то же самое но сохраняет структуру вот этой границы и видно что растяжение эти границ в девятом режиме не происходит если модель более правильной формы в обычном режиме и в режиме group border в принципе вот эта граница она может вообще съехать вот сюда вниз девятый же режим ее будет оставлять неизменный и можно вот так вес на углубление получает по полигруппам обычной сглаживающей кистью далее в этой же палитре браш снова палитра автомаскин касались и в прошлом уроке верхний ползунок mask by polygroups автоматическое маскирование по полигруппам самой маски накладываться не будет но если этот ползунок стоит на 100 процентах и скажем используется стандарт кисть то клик пришедшийся на эту полигруппу в данном случае на красную будет воздействовать только на нее и переходя сюда вниз он уже не будет давать никакого воздействия если воздействие начиналось на этой полигруппе то следующие полигруппы не получат ничего то есть вот такое автомаскирование по полигруппам меньшие значения будут определять разную интенсивность для разных полигрупп на этой полигруппе приходится первый клик и следующие полигруппы уже имеют не такую интенсивность то есть вот эту ступеньку видно при переходе идем далее сейчас рассмотрим один крутой плагин который позволяет интуитивно быстро и главное предсказуемо создавать полигруппы зи плагин он находится и называется поле группы три функции у него есть первая кнопка открывает программу внутри зи браш это встроенная программа которая работает на видеокарте можно сказать что это рендер в реальном времени и небольшой интерфейс у него здесь есть принципе он довольно интуитивный первые кнопки позволяют работать симметрии их можно включать отключать то есть такие чекбоксы и чтобы применить симметрию можно нажать кнопку и плосиметрия симметрию мы еще не рассматривали поэтому подробно не будем касаться когда рассмотрим симметрию этот алгоритм станет намного понятнее суть работы этого плагина в том что кликом на модели создается маркер который отвечает за покрытие модели поле группой распространяется поле группа относительно топологии модели но так если нажать и перетаскивая в нижний ползунок можно определять область охвата этого маркера клик в другой области будет создавать новый маркер навигация к слову здесь такая же как зи браш единственная с alt масштабирование не работает она работает с control и правая кнопка мыши 2 алгоритм и также накручивать пороговое значение для него здесь я могу создать еще один маркер здесь еще один также могу создать маркер здесь в этой области каждый последующий маркер будет иметь меньший приоритет перед теми которые были созданы до него перетащу скажем сюда и здесь уже тогда настраивать охват можно вот так работает эта вещь здесь сейчас видно что есть не закрашенные участки если нажать кнопку extend автоматически достроится топология здесь можно эти швы также покрыть нажимаю ok вот эти новые поле группы создаются на модели и по идее если сейчас вернуться в этот плагин то все маркеры они должны остаться но не всегда это срабатывает корректно и чтобы это побороть вот эту кнопку автогрупп нужно отключить изначально и настроить область при помощи кнопок grow shrink grow расширяет shrink сужает прокликивая в данном случае по этой области и здесь еще один маркер можно создать и какую-то область определить нажать ok сейчас вот такие области здесь появляются снова зайти этот плагин и тогда уже эти маркеры они есть существующие здесь тогда уже можно настраивать в режиме автогрупп определяя область влияния то есть принципе вот так быстро настраиваются эти поле группы вручную создавать либо через маски либо через нормали в некоторых случаях гораздо дольше особенно для хардсерв поверхности здесь автоматически вычисляется кривизна поверхности этим плагином нажимаю extend нажимаю ok и вот они эти поле группы здесь есть то есть такое быстрое разбиение и теперь переходя в этот плагин мы видим что до маркеры остались те же самые и они будут сохранять свою структуру вплоть до новой сессии zbrush ну либо если будет изменена топология в модели рассмотрим функционал этого плагина но по сути это микро программа которая запускается внутри zbrush extend как мы понимаем это расширение границ points это облака точек для ориентирования по топологии все те точки которые составляют модель фрейм максимизирует модель во вьюпорте то есть подгоняет под размеры экрана апдейт пересчет взаимодействие этих цветов кстати по кнопке help здесь есть весь этот функционал и горячие клавиши также расписаны здесь и кнопки апдейт соответствует горячая клавиша пробел создам полигруппу здесь если нажимать пробел апдейт то видно как по границе перестраиваются эти полигруппы так работает функция обновления маркеры можно перетягивать и маркеры можно удалять дэлит нажать эту кнопку либо зажать alt и дважды кликнуть на нужном маркере он будет удален добавить новые определить уже его зону влияния clear будет очищать все маркеры которые есть на модели также это работает по дэлит горячей клавиши на клавиатуре grow shrink расширяет сужает как мы уже это видели для активного маркера оверлап позволяет перезаписывать информацию если здесь есть например маркер но выделен этот маркер расширяя будет происходить до новой полигруппы если нажата эта кнопка то будет переходить границу и действовать уже на соседнюю полигруппу перезаписывая ее авто групп автоматически позволяет простраивать эту группу интерактивно настраивая если эта функция отключена как мы уже смотрели то только grow shrink будут определять размер этой группы ну и сейчас это размер маркера действует для вновь создаваемых маркеров после того как изменен параметр если поставить сейчас он будет вот таким маленьким если сделать больше то вот таким большим по сути это только для удобства отображения может пригодиться еще две небольших фишки этого плагина если есть к примеру одна полигруппа есть необходимость создать полигруппу такую же здесь управлять одной полигруппой двумя маркерами то можно кликнуть с control по этому маркеру и не отпуская control кликнуть в свободном месте и видно что это теперь будет одна полигруппа но управляться двумя разными маркерами в каких-то труднодоступных местах например вот на таких формах это может пригодиться и также если есть маркер примеру здесь то можно копировать то есть не создавать чистый новый маркер а копировать информацию из этого маркера для этого нужно кликнуть по референсному маркеру поэтому я кликаю и свободной области в зоне нового маркера зажатой shift кликнуть по модели получается теперь три маркера управляют в данном случае 3 управляют одной полигруппой нажимаем ok и здесь видим эти полигруппы extent я не нажал поэтому такие пятна здесь остались это можно быстро пофиксить перейдя сюда нажав extend получить уже чистые полигруппы эти полигруппы я уберу отключу полифрейм перейду в skin shade 4 материал и черным цветом нарисую какую-то информацию добавлю подразделение на модель и добавлю такие области zip-лагин снова полигруппы здесь есть две функции полигруппы from polypaint то есть из покраски черным цветом будут создаваться поле группы с границами как раз таки этого черного цвета нажимаю идет просчет теперь здесь видно что эти области если отключить полипейнт каждая получила свою полигруппу если полигруппа не образуется значит линия была не замкнутая либо недостаточно подразделение в модели потому что полифрейм он рисует по топологии но вот здесь видно что разрыв такой получился да и поэтому полигруппа в этом месте не создалась с линия должна быть замкнута как здесь снова приведу все к одной полигруппе полифрейм сохраняется и последняя функция которая здесь есть бордер то же самое создается из полипейнта но на месте границы на месте черного цвета будет создаваться своя поле группа включая полифрейм и вот так сейчас выглядят эти поле группы ну и к примеру для быстрого создания сейчас здесь есть только одна поле группа и и оставляем на высокий уровень подразделения нужно перейти оставляю и как делали маскирование в прошлом уроке most by smoothness создается такая каемка маскирование на углах инвертируя включу режим полипейнта не заливая черным цветом границы и создаю полигруппу из полипейнт shift f теперь как раз и создал то количество полигрупп которое было нужно и благодаря неоднородности маска потому что этот плагин работает только с нижайшим уровнем подразделения создалась даже каемка попали группе то есть еще один трюк небольшой до созданием вот такой каемки здесь можно проложить кривую здесь можно использовать зимоделлер большое количество операций то есть запоминаем что при использовании zip лагина автоматического создания полигрупп из полипейнта он будет работать с нижним уровнем подразделений если нужна более четкая форма более четкий мазок то перейдя на максимальный девайд нижний уровень подразделений нужно удалить на этом урок заканчиваем и увидимся в следующем уроке нашей гильдии пока